Надежда Гусарова Дзиву даётся. Ещё, казалось, вчера женщина выбирала семена овощей, а уже сегодня её огород больше напоминает болото. Затопила все шесть соток и так далеко не с одним домом по береговой. Десять лет её не было такой вот воды, что вот весной начала топить огороды. Фундамент у нас хороший, это не страшно. А вот теплица, что она разрушила стекло. Она оседает, и снега, и вот она всё падает. Под угрозой затопления частный сектор не только в районе Титовки, но и на набережной и Комбинатской. Уровень воды в Березине только за двое суток увеличился на 19 сантиметров и перешёл красную черту до 284. При этом норма 245. Если сравнивать с январским паводком, сейчас ситуация куда хуже. Всему виной обильные осадки. Пляж в микрорайоне при Березинске ушёл под воду буквально за две недели. Обойтись одними резиновыми сапогами уже не получится. Передвигаться здесь можно только на лодке. Спасатели такого не видели уже 10 лет. Последствия весенней стихии ощутили жители пяти регионов Могилёвской области. Помимо Березины, критический экватор преодолели Друдь, Сож и Днепр. Затоплены сотни частных подворий и километры дорог. Большая вода стремительно подбирается и к домам. Некоторые прибрежные районы страны на грани эвакуации. На самых проблемных участках дежурят спасатели. В связи с создавшейся ситуацией спасатели Республиканского общества «Освод» перешли на повышенный уровень дежурства и готовы оказать помощь в случае возникновения ситуации с эвакуацией. Вода сейчас очень холодная, 3-4 градуса плюс. То есть нахождение в такой воде в течение несколько минут может серьёзно отразиться на здоровье человека. Угроза подтоплений будет сохраняться до тех пор, пока в сводках синоптиков осадки не сменятся на ясную солнечную погоду. Прогноз пока неутешительный. В среду на большей части территории страны пройдёт мокрый снег и дождь. Такая же картина сохранится до конца недели. Главное, чтобы капризная весна не повлияла на открытие пляжного сезона.